Всем добра и здравия, дорогие друзья! С вами Катархонт, это Вельцкрик, мод на день победы 4 на альтернативную историю. Многие сразу же скажут, что это копия Кайзеррейха, но нет, это другой мод, который тоже затрагивает, можно сказать, историю Кайзеррейха. И мне это очень нравится, потому что когда у нас рождается конкуренция, когда два одинаковых продукта, то, как правило, это всегда хорошо, потому что они начинают конкурировать друг с другом и стараться сделать лучше, чем у других, а это всегда-всегда прекрасно. Ну что, мы с самого начала видим у нас Германская империя, Вильгельм Третий с бонусами своими, Француз, кстати, с тем же самым, что и в оригинальной игре, Карл Реннер у нас в Соединенных Штатах, Великобритания, Нейвел Чемберлен, здесь у нас Абдуль Мехит II, если не ошибаюсь, да, в Османской империи, Троцкий в Советском Союзе, вот это уже интересно, о, подожди, А, United States of Great, а, это австрийские штаты, прошу прощения за ошибку, Соединенных Штатов у нас вот здесь, с Рузвельтом, и Хирохита у нас в Японии, Также вынесены из интересных стран Италии, с Муссолини, Украина, опять же, с тем же Василием, и Китайская республика, Пуи, или как его правильно назвать, давайте посмотрим теперь на карту. Советский Союз чувствует себя вполне себе неплохо, он потерял вот эти вот две территории и потерял Украину, а так в целом неплохо себя чувствует, да, Остальные земли, можно сказать, у него в руках, даже очень-очень хорошо в руках Прошу прощения за голос немного, все, нормально Так, Османская империя мощная и неплохая такая, Австро-Венгерские штаты, Германская империя, владеющие в Африке и везде, ага, И здесь тоже, да, и так, да, Deutsche Est Island У немцев штаб, победа Второй мировой войны и германская поддержка. Прекрасная Индия у нас тоже тут со своим босс, субхак босс. Давайте загрузимся за какую-нибудь мелкую интересную страну, даже интересно, за кого бы выбрать. Крым, Крым, неплохо. Давайте посмотрим, за Крым нет. Мне интересно посмотреть на данном случае, что у нас с Советским Союзом. Что-то он как-то слишком сильненький, скажется мне. Даже несмотря на то, что его без Украины и без всего остального оставили, он вполне себе неплохим, мне кажется. И способным посражаться по войскам, 62, 16, 5, 4, 1. Очень мало танков, флот тоже небольшой, авиация и того. Хуже вообще ни к чем на я. Фокусы свои. Прекрасно. То есть, видите, свои фокусы у Советского Союза. То есть, это уже плюсы, фокусы на страны появляются. Хотя он еще в зачатке, как я посмотрю. Они еще не доделаны. Все правильно, там писали об этом. Решил проверить. У Германии фокусы доделаны полностью. Да, мы можем увидеть то, что их очень и очень много. В целом, на хорошую партию хватит. Также там у Австралии и Англии свои фокусы обещали. Да, очень интересные веточки. Вынесли наверх, кстати, действующие постоянно фокусы. Это очень удобно. Что у нас еще здесь? У французов, у Британии, у той же самой США, у всех этих стран есть свои фокусы. Все это оправдано. Кстати, у британцев, смотрите, неплохая такая широкая война с Индией. Давайте посмотрим на карту альянсов. Остатки союзников в Великобритании только там. Ну как остатки? Союзники в Великобритании и ЮАР, ее доминионов. Индия свободный коминтерн чисто с СССР. Германские, центральные участники, центральные страны. У нас Германия, Польша. Странно, что Польша жива, но да ладно. Османская империя и все. Вот оно как. А Украина у нас свободное государство. Вот они как решили сделать Украину свободным. Это добавляет интереса при игре за нее. Притом Украина, если не ошибаюсь, своими, да, фокусами тоже обладает. Притом, хотя тоже, мне кажется, еще немножко недоделанными слишком уж мало. В основном клайма, клайма, клайма и путного-то, по сути, ничего нет. Что у нас здесь? У нас разные уровни призывников добавили. Смотри. Уровни тренировки разные. У нас добавляет опыт армии, дивизии, организацию на время тренировок больше. Либо время тренировок умечает на организацию дивизии, чуть подрезает. То есть, классно, это очень хорошо. Пресса. Пресса влияет на время оправдания войны, на популяцию. Хорошо, смотри, здесь у нас политические очки больше, все остальное. А здесь одни бонусы. То есть, время оправдания войны меньше. Это больше, это больше. Пропаганда, то есть, разные-разные вещи. Соботная пресса, время исследований больше. Так. Политика на детей. То есть, один ребенок, много детей. Ну вот, можно. Здесь фабрик больше выделить, здесь свои бонусы. То есть, тоже можно поработать с тем, чтобы тотальный контроль. Ух ты, военнообязанное население больше. Политических очков меньше. Кстати, тотальный контроль, это неплохо. По бонусам, которые дают, также торговля и мобилизация. И у нас тут очень большой кабинет министров из 5 человек, и на выбор ровно 5 человек. Логично, логично. А, нет, везде свои. Все, подожди. На временные исследования, на производство. Да, везде свои. О, вот это прекрасно. То есть, везде свои. А, здесь вот почти одинаковые, кстати, некоторые. Ну ладно, новые иконки тоже есть. Отлично. Ну, понятно, что здесь кабинет военных министров. Теоретики, это и так само по себе логично. Что у нас с генералами? Есть ли кто-нибудь новенький? Жуков, Конев, Рокоссовский, Селевский? Нет. Новых я здесь, честно, не вижу. Все те же самые, которые есть, да? До низу так очень редко доходил. Слишком много генералов у Советской Союзи. За ними всеми не успеваешь даже попользоваться. Мне интересно, что у нас тут делает Крыма. Это марионетка. Ага, марионетка, значит. Без фокусов. Ну, вполне себе логично. Ну, кстати, стандартный фокус они немножко изменили. Здесь добавили ветку монархизма. Смотри. То есть здесь монархия как сама по себе есть направление. Алексей Первый, кстати, при монархии будет править в Советском Союзе. У которого очень много всяких дебафиков. И растет и монархия, и демократы растут неплохо. И политические очки, и минус. То есть дебафов хватает вполне себе. Очень сильный. Здесь ултана Туркестана. Выделили Монголию, Маньчжурию. Что вот интересно с Китайской империей. Она очень мощненько смотрится. Хотя в ней дебафы, как видите, очень сильные. Популяция меньше. Типа народу, всего. Но свои фокусы. Да. China's Empire. Китайскую империю вернуть. Ну, то есть соседние страны подбить. Неплохо, неплохо. Правда, ветку на флот и на авиацию, и, можно сказать, на армейские реформы здесь пока ни о чем. Ну, то есть, ну, сами видите, малость такая, что кому она сдалась. Так, Эфиопская империя не в войне, кстати, с самого начала с Италией. Это, возможно, даже будет плюсом. У Италии свои фокусы тоже, но чем-то они похожи на стандартные. Да, логистика. Походу, это вообще стандартные экономические реформы. Слегка переделанные стандартные фокусы. Ну, что поделать. Надо доработать, доработают все это сделать, я думаю, без проблем. Османская империя вполне себе неплохо выглядит. Но я так понимаю, вроде писали то, что у нее ее ждет гражданка. И лишь по фокусам вы сможете от нее избавиться. Поэтому игра за нее будет реально интересной и необычной. В Америке, как всегда, все нормально. Соединенные Штаты, имеющие, кстати, малое количество заводов, всего-то 80-ку. Несмотря на то, что они заружены, в оригинальной игре чуть побольше это число, если не ошибаюсь. То есть подрезали Америку. Она явно слабенько. Смотри, можно уйти в коммунизм, можно в фашизм уйти. С Британией, да, это неплохо, наверное, с Британией. Да, фокусы здесь реально альтернативные. Фокусы, что сейчас, кстати, вводят в оригинальной игре, здесь уже делают. Это очень хорошо, потому что сыграть все по накатанной. И со временем надоедает, согласитесь. А тут дают такой выбор. Нет. Бразилия нет. Ну, основные страны, которые мы видели в начале, они все здесь и проделаны. В целом, это неплохо. Мне интересно, что у нас в Японии. Да, поддержать императора, демократия, отношения с Германией, ремилитаризация, Корея, министерство, военно-дипломатия, война с Германией и Советским Союзом. Кстати, здесь Япония против Германии выступающей. Это неплохо. То есть Япония, наконец-таки, выступающая против Германии. Это смотрится само по себе уже неплохо. Ну что, модик вот такой вот. Сделаны фокусы для основных стран. Своя история, все свое. Ветка исследований стандартная. То есть она здесь ничем ровным счетом не менялась. Все так же. Поэтому я особо-то на нее не застраивал внимания. Так как не о чем новом сказать по ней. Какая была, такая и есть. Все то же самое. В целом у нас осталось, но другая карта, другие фокусы, другая история и, возможно, другое будущее. То есть есть свои идеи для прохождения здесь однозначно. И можно несколько часов этому моду вполне посвятить. Ссылка на этот мод будет в описании. Как всегда, на Steam. Заходите, подписывайтесь и играйте. Надеюсь, вам понравится. Также, если у вас есть интересные моды в предложении, то обязательно скидывайте. Заценю, обозрею и запишу. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока-пока.